Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи. Продолжаем проходить игру под названием Amerta City of Gangsters. Замечательная игра. 20-30-е года. Рассвет мафии. Сицилия. Начинаем играть. В прошлый раз, если вы помните, мы остановились на моменте, когда нам надо заработать 5000 грязными. Я был малек в неадеквате, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, очень-очень ударивал по работе. И пару ночей не спал. Нынче я выспался. Такой скоростной. Все дела. Мозги работают адекватно. И будем сейчас покорять Амерту. Так, в первую очередь, то, что я делал не на запись, потестировал, я хочу сделать уже сейчас так, чтобы вы это видели. В первую очередь, то, что я хочу сделать, это сменить некоторых героев у нас в команде. Во-первых, вот этого человека я хочу убрать. Эммет Дока Коннелл, к сожалению, он не в теме, потому что мне не нравится его очень низкая ярость. Вот. И я считаю, что, ну, реально проблемы вызывает. То есть, при борьбе с рыцарями этих KKK кладом, вот, он показывал себя не с лучшей стороны, плюс, когда ярость падает, он совершенно практически никакого урона не наносит. Вот. Я решил заменить его на аналог, то есть, особо там не извращаться. Вот сейчас уволим его. Он у нас останется в этом, я думаю, сам по себе будет, вот. Поэтому на нас не обидится. Вот. И выберем... Так, а что? Я не понял. Где все персонажи? Вот, да. Выберем вот этого чувака. Да, именно чувак. Хрюшка. Ну, ничего. По лицу человека не судят, как говорится. Так. Да, к сожалению, у нас лекарь исчезнет, потому что этот человек, у него таланты, как видим, убивать настоящие итальянские мафиози. Вот. Но, тем не менее, мы получим неплохую ярость, получим здоровье очень большое. Вот. И те же самые пистолеты, то есть, я особо там не извращался. Вот. Давайте, может, попробуем, почитаемую биографию, узнаем, кто это, что это. Это итальянец с пламенным сердцем, вооруженный двумя огнестрелами. Известен своей привереженностью с семейным идеалом. Его страшное на... Чё? А, страшаться, господи, а я думал, его страшное. Его страшаться настолько, что даже среди самых отъявленных гангстеров Антлантик Сити, Марио пользуется дурной славой. Смертоносный и расчетливый в бою. Марио, тем не менее, не в силах обуздать нрав собственных братьев, являясь третейским судьей во всех семейных конфликтах. Марио уверен, что его воспитательная мере удерживает Луиджи и Джоио от греха подальше. Ну, нам такой человек, как бы в команде, которая занимается, скажем так, не особо такими чистыми делами, такой серьезный мужик, который может заставить бояться других, довольно-таки нужен. Вот, и мы его берем, нанимаем, окей. Теперь у нас в команде, получается, два брата. Вот он и он. Более-менее серьезно. С Квикса я вообще убирать не планирую. Есть вот такая вот замена Свиксу. Молодой парень тоже с пистолетиками. У него здоровье и ярость, тримпыром. Но он меня не вдохновляет. Он слишком дурной и молодой еще. А Сквиксу у нас уже с самого начала, фактически, и он уже заматерил такой серьезный фейс у него стал. То есть, ну, реально может чем порадовать вот в бою. Поэтому я оставлю тех вот, как сейчас. Ну, а Мастака, Мастака я без вариантов его я точно не убираю. Потому что он реально супер перец. Так, небольшие лакировки мы сделали. Или ракировки, как в шахматах. Теперь, боксерский клуб, клуб Упей, окей. Букмекер, окей. Я сейчас вникаю, малек, вместе с вами, что мы в последний раз что-то делали. Вот, и планирую, планирую дальнейшие наши действия. Надо, надо бы стоить тысячу грязными. Нет, сперва я заглянул вот сюда вот. Так, деньги, да. Мне нужно получить 400 чистыми из тысячи грязных. Предложение отмыть 250 грязных. Получить нет. Вот это вот не надо. Ичи у нас на такие дела теперь ходить не будет. Только в крайнем случае. Потому что он у нас уже босс. Под его управлением уже серьезные люди. Вот, и я планирую его запускать на более серьезные дела. Будет дебют в деле. Ичи покажет себя два ствола. Как он умеет управляться с бизнесом. Отправим его. Вот. И подарок. Покупка оружия. Покупка оружия. Что у нас тут? Битый. Неприятное оружие ближнего боя. Причиняет контузию. Ичи является лидером и способствует быстрому завершению действия. Но меня это мало интересует. Потому что бита по сравнению с оружием Ичи совершенно ничто. Вот. Поэтому. Ну не знаю. Мокруха. Криминальному гению нужны руки для грязной работы. Выиграйте задание и получите 1500 грязных. Накал страстей повысится. Это нас мало интересует. Потому что накал страстей и так велик. И еще ККК помогает нам писать на наш досье. Так скажем. Поэтому я буду поаккуратнее. Тем временем у нас уже 1600. Клуб гангстерский реально... Ой, боксерский ринг реально очень много денег приносит. И это меня не может не радовать. Потому что мы сейчас закончим мини-задание, так скажем. Да? Под задание на этой карте. И посмотрим, посмотрим, что у нас будет. Так. Купить алкоголь. За сколько мы можем купить? ККК схватили Уокера. Уокер это, скорее всего, тот самый ниггер большой дядя. Вы его могли видеть в предыдущей серии, в пятой. Когда мы устроили небольшую тематическую заварушку. Такую тусач-тусач-дэнс-дэнс. Вот. И пришли незваные гости так. Из райончика другого. И мы им показали, собственно, ху-ис-ху. Что? Продолжаем. Мы разнюхивали все... Так. Мы разнюхивали все собрание ККК, когда Уокера поймали. Участники клана были не очень умными, так что я легко их проследила. Их убежище неподалеку от заброшенного склада. Тут недалеко. Мы не можем проиграть. Надо спасти Уокера до того, как с ним что-то случится. Да, мне не дали выбора. Я должен был сломять голову, как с шашками на голову, мчаться помогать. Хрен знает кому. Я даже их не знаю. Но пока нам это выгодно, я буду это делать. Ичи считает, то бишь я считаю, что это правильно. Значит, я его послушаю. Потому что все-таки он живет в том мире, а не я. Я-то за монитором сижу рядом. Так. Вот, к счастью. Господи, запутался. Так вот, короче. Вот такая у него ружбаечка. И дубина это уже не престижно. Да, Уокер это тот самый ниггер. Так, что нам нужно? О, так он классно выглядит. Смотрите, одетый, неплохой. Дядя, ну. Рожа, конечно, у него совсем не такая какая там. Так, кей-кей-кей. Рыцарь. Это не гуд. Рыцарь, рыцарь, рыцарь. Это не гуд. Ммм. Так, я сейчас... Сейчас я прорабатываю... Мой процессор одноядерный, к сожалению, загруженный. Я прорабатываю стратегию наших действий. Вот. Поэтому... Малек. Забываюсь. Так, во-первых, сюда тоже можно зайти. И тут может кто-то выйти, да? О, жесть. Тут склад целый. Ух. Я тут реально чувствую, что тут кто-то есть. И надо опасаться выхода вот отсюда вот. Ты убишь. Если я сейчас ищу поставлю вот сюда, или вот сюда вот за камушки, заставлю вот этого чувака отстреливать потихонечку, то это даст нас западню, загонит. Либо можно сразу вот сюда вот пройтись, товарищи, те, кто тут есть, выбить. Вот. И занять уже оборону с этой стороны и отбиваться вот отсюда. Тут единственный вход, и это будет реально хорошим. А, нет, не единственный. Вот еще один. Черт побери. Икей-кей-кей рядом, да, Рексер? Чтоб тебе. Да, удручающаяся ситуация по тактике. Придется в любом случае на две стороны бороться. Ну, давай, мужик. Топай. Давайте пару шагов вперед сделаем. Вот сюда вот. Так, брат кей-кей-кей. Ну, кто-то же охранять должен этого большого-большого дядю. Я не удивлен. Все-таки я считаю, наверное, надо будет нам проломиться всей кучей вот сюда вот. Это будет самая выгодная ситуация у нас. Для нас самое выгодное положение. Так, вот засели. И можно сразу начинать, как говорится, шухер наводить. Критическое повреждение. Да. Мастак очень нервный, очень злой нынче. Ой-ой-ой. Вот это я не ожидал, что он начнет пулять сразу. Я попал по нашему другу. По мне, то бишь, он попал. А это непростительно. Сейчас начнем. Так, вот еще одного вижу. Это плохо. Если они сейчас наичьи нападут с двух сторон, либо этот засранец как-то обойдет, то я попаду в небольшой просаг, как говорили в жмурках. Значение этого слова я не переведу, потому что это матишинная фраза будет. Кому интересно, можете посмотреть. Так. 5%? Ну, это нереально, конечно. Выстрелы вот это, что у нас. 5% тоже нереально. Да, видите, теряется вот, пока за всеми этими камушками пробьет выстрел, да, это совсем ни о чем. Можно, конечно, вот это вот, ну... Проще, наверное, отойти от огневой линии и вот сюда зайти. И ждать их уже, когда они сюда сами подойдут. Я, наверное, так и сделаю, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Во-первых, вылечимся и... Блин. Все, заняли наши все ходы. Ну, давай, что делать-то? Можно хоть и стрельнуть туда. Попадет, не попадет, без разницы. Препятствие 28. Да, по препятствию попали мы. Ничего, рано или поздно она разрушится. Но у нас, скорее всего, видимо, быстрее все это дело произойдет. Конец хода. Я вот не знаю, сквикса оставить на обороне, чтобы отход засейвить нашему братану, нашему боссу. Да, я думаю, так и сделаю, наверное. Сюда стану. Подготовку поставлю. Что это у нас означает? Оборонительная тактика, да. Вот самое оно. Вот ККК пошел. Он потерял множество... Много крови. И мы сейчас будем в наглую работать. Очень сильно в наглую, так. Да, вот сюда, вот сюда вот встанем. И расстреляем ККК отсюда. Заодно оценим, каково это. 50%. Да, да. Вот так мы дали. Такой бонус к действию. Черт. Так, можно, конечно, откинуть этого персонажика, а потом вот этим вот чуваком из-за неукрытия уже его пофигачить. Наверное, я так и сделаю. Вот. И теперь он будет не под укрытием. И я смогу своим союзничком, столом, лучше Марио буду его назвать. Марио. Как-то привычный. Уже некого будет, конечно, стрелять. Дрободаном у нас мужик ждет. Мастак прям реально крут. Он очень-очень крут. Так, он все ходы свои отходил. Кстати, я читал подсказочки в игрушке, когда сидел, сам уже вникал. Лучше, конечно, сперва ходить, а потом уже, собственно, тратить очки боевых действий. Вот. Потому что потом уже ходить не получится. Это, я думаю, правильно. Так. Кромах. Омэр Гот. Так, Омэр Гот. Нет, я стрелять не буду, конечно же. Я отойду. Это, это неразумно. Неразумно. Сейчас вот тут вот вступать в бой. Да, отходим. Так, конец хода. Можно, конечно, бахнуть кого-нибудь там попробовать. Отлично. Да. Назад он уже не сможет отойти, да? Да. Поэтому попробуем, наверное, еще раз что-нибудь замутить. 42%. Ну, это ни о чем вообще. Тактика. Оборонительная тактика. Что она вообще дает? Надо прочесть. Так, ввести оборонительную тактику для данного хода. Вероятность попадения встречных атак уменьшается на 20%. Да, хорошо. Это будет некая такая у нас приманка, по которой толком будет невозможно попасть. Я думаю, машина так быстро не развалится, как ящики. Поэтому вот этот товарищ с пулемета, который на самом-то деле не смог бы так метко стрелять с него, с Томпсона, будет в пролете. Так, скажем. Окей, конец ходу. Да, it's me, Марио Тучи. Тебе это круче звучит. Даже голос какой-то похожий на Марио, если честно. Так, главное нам теперь не попасть в этот. Вот так вот. То есть, когда будем освобождать вот этого мужика. О, у него дубинка. Видать его как-то затащили, как зверя, что он даже... Дубинку не смог где-то брать. Смешно, конечно. Так. Честно говоря, я думаю, что это и есть. Вот. Еще двое, и больше не будет. Наверное, я все-таки у Марио очень-очень много жизней. И я этим воспользуюсь, наверное. Я все-таки открою нашего союзничка, чтобы он начал нападать уже на них. Так. Главное, чтобы вот этот чувак сразу не начал нападать, когда я начинаю... Открою через дверь, чтобы я не стрелял по нам. Так. Тем временем. Блин, у нас кровотечение у этого чувака. Это не гуд. Я попробую... Да, перейти сюда. Так. И... Да, понятно. Не видит у нас уже. Ловушка. Это глупо было, наверное, оставить, но я и решил посмотреть, можно было сектор выбрать, куда эту ловушку там ставить. Как-то, не знаю, кинули были еще что-то. Вот как-то так. Как-то так эта ловушка выглядит. Ну, конец хода. Так, ичи-ичи-ичи. Давайте сразу оборонительную тактику тут устроить. Да, вот сюда вот встанем. И... Вот эту зону мы поставим под стопроцентный выстрел, чтобы если сюда кто-то вошел, мы уже заранее были готовы стрелять на поражение. Думаю, это будет правильно и полезно. Дальше. Сквикс. У Сквикса 120 жизней. Ярость у него бешеная. Поэтому мне не стоит опасаться, что он испугается в нужный нам момент. Пока мы брата Кейки Кейн отправляем на тот свет. Все у нас хорошо. Вот. Вот, братиш, мы тебя уже тут ждем. Да, время убивать. Я с тобой, братиш, совсем-совсем согласен. Теперь ты затаряешься у нас в уголочек, аккуратненько. И покажешь брату Кейки. Да, очень было просто. Я с тобой согласен. В атаку сделаем перк, улучшающий наши показатели. Поставим конец хода. Да. Откроем нашего союзника. И сделаем маленькую такую интересную финтифлюшку. Так, сюда встанем. А вот я прозевал. Используйте один раз за месячью. Понятно. Я прозевал, ребят. Я ожидал или думал, что сейчас поставлю вот сюда вот на ушку. Ну, будем в следующий раз знать. Черт бы, у вас побрал. Давай сюда. Вот. Круто. Сейчас войдет чувак и сразу получится дрободана. В жбан. Так. Тем временем Кейкикей у нас. Думаю, я перехотел натаковать. И будет там находиться сам, да? Так. 68 жизней. Это, черт побери, не круто. Так. Ичи, ичи, ичи. О, кстати, фишка. Можно, наверное, через окно стрельнуть. Наверное. Я не знаю. Не уверен. Ну, давайте попробуем. Че, что-то. Мы немного... О, нифига себе. Вот это да. Это как так? Одуреть. Черт бы вас побрал. Так. Блин, это не Язер Гуд. Как он вообще тут оказался, если честно? Он... Блин, я аж испугался. Вот сюда вот. Поставим. Я думаю, я ожидаю, что он пойдет за эти ящики. Я босс. Сквикс, братиш, тебе надо кое-какого тут порешать, потому что он считает себя супер-боссом. Эм. Тети-мать, а? Черт бы тебя побрал. Я еще не могу нормально встать. Вот ну что за разработчики? Ну, ну... Вот почему вот тут нельзя встать? Ах. Черт бы вас побрал. Да, окей. Только сюда. Отлично. Надо бы кровотечение ему сделать. Черт. Отлично. В последний момент мы сделали... Промахнулись, конечно. Сейчас он будет с пулемета косить. Я думаю, многого... Сквикс не потеряет. И будут только легкие ранения... Будут только легкие ранения. Так, и сми, Марио Туччи. Так, вот сюда его ставим. И... Даем жару. Ярости поубавим, чтобы ему жизнь малины и казалась. Раз уж у нас больше ничего нельзя поставить. Наконец-то! Боров. Отлично, контузия. Отлично! И третий раз бы еще его сжахнул. Я вообще рад был. Очень-очень. Я не понял, что было сейчас. Но теперь, да. Теперь догадался. Марио Туччи каким-то образом через окно попал бы этому человеку, да. Бывают тут какие-то непонятные вещи. Вот. Как Супермен какой-то так. Но ничего, у нас у этого чувачка много очень жизней. Я думаю, это гуд. Так, тем временем. Давайте попробуем ранения забахать. Черт. Трамазу. Что, что? Что он нервничает уже, братишка? Наш братишка нервничает, да? Отлично. Ящики будем рушить сейчас. Так, один ящик. Мы сейчас вот тут-выбьем все, и я думаю... Вот блин. По Марио лупит. Давай. Топай сюда. Я думаю, ты ему покажешь сейчас. Да. Кто этот босс? Все, да. Он отходился. Блин, 66 жизней у него осталось. И это, должен сказать, не круто. Очень не круто. Да, вот сюда его поставим. Вот. Хай отсиживается. Я не хочу этого персонажа терять. Он очень-очень дорогой мне. О, господи. Как он так стреляет, а? А если по боссу нашему попадает? Да. То и мы по нему можем тоже попасть. 40. Так. И теперь... Нет. А контузия? Сколько всем? Ну давайте попробуем. Ох ты, блин. Выведенный строя. Есть. Мы еще и по нему попали. Отлично. Значит, у нас босс будет... Босс тут будет стоять. Пока у него все будет получается. Этот тоже ранен. И я не хочу его выводить в активный бой. Черт. Никакого эффекта не дает вот это вот действие. То, что мы сейчас сделаем. Надо было его передвинуть вот сюда, наверное. Черт. Но теперь-то уже поздно поставить на месте. Так, он отошел со своей оборонительной позиции. И поэтому мы сейчас сделаем фишку. Мы обратно оттягиваем Сквикса. И будем стрелять уже издалека. Так. Все, да? Сквикса отыгрался. Да, время убивать. 45%. Опасная тема. Если честно. Вот. И лучше сперва сходим. Поставим, наверное, его сюда. И попробуем из окна. Показать кузис в босс. Да. Хоть раз бы попал. Нет, ни разу не попал, к сожалению. Так, давай, работай. Отлично. Отлично. Время двигаться, говорит Ичи. И я с ним, в принципе, соглашусь. Сейчас будем уже глупо его тупо и расстреливать. Потому что, ну, как бы, ну че его бояться, да? Он уже смертник. Отлично. Ничего личного, говорит наш Ичи. И выковыривает из него последние остатки жизни. Теперь. Брат Кей-Кей-Кей. Вот я так и думал, что вот в этой большой базе есть еще один кто-то, который нам мешает закончить раунд. Я подключусь, пожалуй. И тут так и останусь. Сейчас союзничек, думаю, бот видит всю карту, как читер. Вот. И сейчас побежит туда, где находится, собственно, этот враг. Тем временем мы с Квикса подтягиваем. Он у нас с фуловыми жизнями. И способен противостоять одному какому-то заморшу. Вот. Оборонительную тактику поставим. Чтобы, если действительно с той стороны вылезет кто-то. Так, а? Этого мы сюда подведем. По знакам. Так, один край у нас засветился, и мы видим ровным счетом никого. Окей. Марио Туччи, 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 Марио Туччи. Топай сюда. Стой рядом с боссом. Да, вот я так и думал, что он сейчас пойдет и найдет тут же врага. Я ожидал это. Так. Стоит нам сюда зайти. И сразу, как говорится, с налету дать ему в жбан. Вывел из строя. Блин, я не могу прочитать. Ну, вывел и ладно, и что дальше? Так, ладно. Стрельба на далекие расстояния по ногам противника. Удачное попадение в выведении строя. Ходы 5. Сокращая точки перемещения ОП на 5 единиц. Да. Придется залезть в пике и почитать, что это означает. Потому что эти чубрики, они все равно двигаться могут. Вот, видать, что-то там еще. Думаю, этот чувак, наверное, куда-то вот сюда вот будет передвигаться. Я ожидал. Он с ножами. Значит, он сюда будет передвигаться. В ближний бой пойдет стопудом. Так, это, видимо... Так, я не понял. Магистр. И дреть колотить. Черт. Мне ссыкотно, ребят. Потому что я, как бы это сказать, не видел магистров. И, честно говоря, видеть не хочу. Но, если смотреть, откуда он стрелял, и оценивать то, что мы тут уже все видели, то, думаю, он где-то вот тут вот. Вот где-то вот в этих уголках. Сквикс. Слушай, Сквикс, давай-ка ты глянешь в зону. Так. Нету, значит, туда. Опасно я сейчас поступаю, если честно, со Сквиксом. Вывожу его на... Вот он, магистр. И он с дробовиком. Фиолетовый замор. Понятно. 68 попадения. Давай. Промах. Ну... Этого стоило ожидать. 53 нет. Лучше меткой выстрел попробуем. 68. Отлично. Ну, жизни, кстати, у него не так уж и много, как хотел. Казалось бы. Ну, вот. Теперь стоит от дробовика ожидать гостинца. Надеюсь, он еще своего цепанет. Выведение строя. Вот уродец, блин. Попал он по нашему товарищу. По Сквиксу попал. Последнее время он мне очень дорог, если честно. Потому что он действительно доставляет много пользы. Так. Так. Вот так вот. Кончился. Братец, акробатец. Теперь остался один магистр. А магистр без своих учеников. Палочкой без мороженого. Вот так скажем. Без матершинных фраз. Так. 46. Ну да. Мастака я не потяну на активный бой, поэтому... Си. Закончил ход тут. Си. Си. Слово си переводится по-интальянскому как... Да. Я не специалист в итальянском языке, но он какие-то мелочи я знаю. Есть контузия. Есть. 34. Магистрю по-магистровски по башке дают. Прямо два критических удара. Так. Босса у нас 98. Пройти он не сможет. А вот сюда он сможет пройти. Вот сюда и встанем, наверное. Будем лупить сейчас. Так. Крит удар. Одуреть. Все враги мертвы. Вы победили. Отличились у нас Ичи. Мастак. Да вообще, в общем, все. Отключились. Ну и Чимастак, молодцы. Четырех вынесли. Я тебе жизнью обязан. Я уж думал, концы отдам. Мы преподали урок этим ублюдкам из Ки-Ки-Ки. Да? Они теперь побудут с Вятошами какое-то время. Знаешь, я тут подумал. Я хочу чего-то большего. Так что я решил присоединиться к банде. Что скажешь, босс? Фокер желает присоединиться к банде. Знаешь, братиш, я тебя с распростертыми руками возьму в нашу команду. Потому что такого, мух, зверилу, собственно, боятся только от виду 1-1. Тем временем, ребята, мы прошли до конца эту карту. Норт-Норт-Айленд. Или как-то так вот тут называлось. Я, честно, не помню до конца. Вот. И остался у нас Балтик-Авеню. Мы разобрались с Ки-Ки-Ки. Дали им хорошо прозвездилиться. Чтобы они звездную болезнь чуть-чуть прижали. Да? Очко. Очко свое прижали. И не ссувались больше никуда. Показали, что мафия рулит. Знаете, почему нас не повязали? Потому что мы банда. Да? Как в этом. Вералаше. Сохраняем игру. Слот. Назовем ее пятерочкой. Сохранить. Да. Перезаписать. Ес. У нас довольно-таки хорошо дело идет. Поэтому стоило бы перезаписать. Ну и я думаю, ребят, на этом моменте я остановлю серию. Записали мы ровно 31 минутку. Закончили бойню. Пока она была такой неплохой. Эта концовка Норд-Айленда, по-моему, была такой... Ух! Прям зажигательной. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Высказывайте свое мнение. Собственно, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok